Хорошо, я чувствую, что Натан хочет включить запись, да? Да, я включил. Ты включил запись, хорошо. Значит, тогда всем самого хорошего и доброго, наилучшего пожелания, здоровья и успехов. И, как всегда, с молитвой мы возвращаемся к очень важной теме изучения пророков. И мы с вами в книге Шмуэльбет стоим, скажем, в пятой главе, и там обсуждается вопрос становления царства Давида уже над всеми коленами, которое начинается с овладения Ирушалаемом, с переноса захвата Ирушалаема, города Еусеев, который 400 лет практически после исхода из Египта оставался незавоеванным в центре страны. Многие говорят о том, что каждый царь новый, он старается перенести свою столицу в новое место, отстроить ее заново для Давида. Было важно, чтобы это было в центре страны, так говорят, хотя и ушла ему не совсем в центре страны, скорее, в шхем в центре страны. Все эти соображения, они очень интересные, можно поговорить об этом, но, безусловно, для Давида прежде всего была важна... Да, ведь... Да. Окей. Натан, если можно, то выключи микрофон свой, так что он параллельно идет. Окей? Натан, ты меня слышишь? Для Давида, безусловно, была важна духовная сторона. И духовную сторону он ставит на первое место, во главу всего, во главу всем геополитическим соображениям и так далее. Нам прежде всего ирушаем, потому что это духовный центр, потому что это место, где должен быть построен. Но то, что мне Рубинс прислал, хорошо, да, но только мне Рубинс... Натан, просьба выключить микрофон. О, спасибо. И мы представляем себе, что Давид, обладая высокой чувствительностью, он еще с детства ощущал, что это особое место. Затем, убежав от Шауля, он вместе со Шмуэлем обсуждал то место, где должен быть построен храм. И вот первая возможность, которая предоставилась Давиду, самое первое его действие, когда он стал царем, это захват Ирушалаима и моментально беренос ковчега в Ирушалаим. После этого введения короткого давайте мы с вами обратимся к тексту и постараемся пойти по нашей главе. Значит, я открываю главу, открываю главу, открываю главу, так, это делается, к сожалению, в несколько ходов. Это делается в несколько ходов, шея, скрин я делаю. Да, теперь поднимаю тот ковец, который мне нужен, и вывожу его на экран. Я надеюсь, что вы его видите, да? И пришли колены Израиля к Давиду в Хеврон и сказали, говоря, вот кость твоя и плоть твоя. После того, как Давид оплакивал убийство Иш-Бошита, колено поверили ему, что это не было сделано по его плану. Ни Авнер, ни Иш-Бошит не были убиты по поручению Давида. И в конце концов занимает несколько лет, как мы с вами представили себе, и колено приходит к решению обратиться к Давиду, чтобы он возглавил всех сыновей Израиля. И пришли колено Израиля к Давиду в Хеврон и сказали, говоря, вот кость твоя и плоть твоя мы. Этот стих указывает на то, что все сомнения относительно того, каково происхождение Давида, имеет ли он право войти в общество Израиля, имеет ли он право быть царем, потому что в свое время Боаз женился на моавитянке. Все эти сомнения были отброшены, потому что к Давиду пришли, мы понимаем, главы колен и мудрецы Израиля. Все эти вопросы были обсуждены и, наконец, были закрыты. То есть никаких больше претензий к происхождению Давида больше не будет. На этом поставлена точка. Кость твоя и плоть твоя мы. Также и вчера и третьего дня, когда Шауль был царем над нами, ты выводил и приводил Израиль и сказал Бог тебе, ты будешь спасти народ Израиль, и ты будешь правителем над Израилем. Здесь признание того, что Давид был успешным полководцем, и когда он служил в войске Шауля, он решал ни одну задачу, ни одну проблему, защищая сыновей Израиля. И признание того, что Шмуэль, пророк Шмуэль, помазал Давида над царством и сказал Бог тебе, имеется в виду, что через пророка ты был помазан над царством. Мы понимаем, что здесь идет закрытие вопросов, которые раньше стояли у колен Израиля. Вот происхождение Давида, вопрос закрыт. Вот все то дурное, что о нем говорилось, вопрос закрыт. Он прежде всего воин, который защищал народ Израиля, а не хитрец, неабанчик, который стремился к власти. Он помазан Шмуэлем. И этот вопрос закрыт. Мы понимаем, что помазание Давида Шмуэль оставил в тайне и рассказал только своим самым близким ученикам, может быть, только Гаду и Натану, чтобы они были двумя свидетелями, потому что он боялся преследований Шауля. Если это станет известным, то он боялся, что Шауль начнет преследовать и его, Шмуэля. Мы знаем, что он пророк, он сильный пророк, но мы знаем, что человек обязан принять все возможные меры для того, чтобы защитить себя. Шмуэль жил по этому принципу. Мы знаем, что они рассчитывают на чудо. Мы знаем, что помазание здесь не обязательно, поскольку Давид уже был помазан царем. Но это действие, скажем, для того, чтобы произвести впечатление на весь Израиль, утвердить Давида в глазах всего Израиля, его еще раз при всем народе помазали на царство. Заключил с ними Давид союз. Мы представляем себе, что союз, каким должен быть царь, права царя, этот союз заключил Шмуэль перед тем, как поставить Шауля на царство. Давид заключает новый союз. Колено не хотят передать всю власть Давиду, совершенно безусловную, как бы бесконтрольную власть Давиду. И мы не знаем, какие именно здесь детали обговариваются, но Давид в какой-то степени каждому колену предоставляет право самоуправления. Не полностью, конечно, иначе не будет царства, но какие-то права он дает каждому из колен. В книге Деврея и Мим перечисляется, говорится о том, что старейшины пришли не одни, что от каждого колена пришло большое число тысячи воинов, и всего в Хевроне и в округе Хеврона собралось порядка 400 тысяч воинов. Ни одно колено не осталось в стороне, в том числе и колено, которые живут на севере, и Сахар, Забулун, и Нафтали. Все они прислали своих воинов для того, чтобы показать, что они поддерживают царство Давида не только словом, но и делом они готовы воевать за него. Меньше всего воинов пришло из колена Иуды, так как они не были должны доказывать свою верность Давиду. Когда мы с вами открываем Деврея и Мим, то, что называется книгу «Хроник», без которой невозможно читать наши тексты, мы понимаем, что Деврея и Мим записал Эзра, дополняя то, что Еремия его сократил, и в каком-то смысле представляя взгляд на вещи несколько по другим ракурсам, это то, что сделал Эзра. То, что важно здесь для нас, то в Деврея и Мим говорится, «И помазали Давида быть царем над Израилем по слову Богу, переданному через Шмуэля». То есть нету никаких сомнений, что пророк, который сначала помазал на царство Шауля, он по слову Бога указал на Давида и помазал Давида на царство, и Давид законный царь. «Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, воцарился, сорок лет он царствовал». Это фраза, конечно, которая забегает вперед и указывает нам на длительность правления Давида за сорок лет – это большой срок. А теперь дальше мы смотрим то, что произошло конкретно. «В Хевроне царствовал над Иудой семь лет и шесть месяцев, а в Ярушалае царствовал 33 года над всем Израилем и Иудой. И пошел царь и люди его к Ярушалаему, на народ Ему си, живший в земле, и сказал Давиду, не войдешь ты сюда, если ты не устранишь слепых и хромых». И он повторял, говоря, не войдет Давид сюда. Здесь несколько сложный момент, но мы постараемся его с вами разобрать. Но самое главное, то, на что я хочу обратить внимание, Давид всегда выделяет самое главное и идет прямым ходом, так сказать, идет к цели. А цель для него – это духовное возвышение народа через построение храма, который для Давида, для Давида, как мы, может быть, увидим с вами в дальнейшем. Храм – это то, что дает живое ощущение божественного присутствия всем сыновьям Израиля. Это то, что важно, это то, что важно для Давида. И вот Давид пошел к Иерушалайму. В Иерушалайме живет народ Ебуси. Как мы понимаем, что много народов перемешанных смешались друг с другом за те века, которые прошли. И в центре страны, как нам указывает, скажем, такой комментарий, как даат Микра, живет народ Авим, которые имеют филистимлянское происхождение. Видимо, как предполагает даат Микра, они относятся к первой волне переселения народов моря, так называемых, в первом потоку такому народу моря. Народы моря представляем. Это целая эпоха, целая эпоха, которая продолжается. И есть несколько волн переселения народов моря, то есть греческих племен с островов и даже с материковых частей Греции. Греческие племена переселяются на побережье Средиземного моря. И вот первая волна, которая где-то во времена Шовти, во времена Судива, на Шамгара, там расстеляется народ Авим, который имеет отношение к филистимлянам. Да, Микра говорит, что поэтому город называется город Явусеев. Явусеев – это другой народ, но тем не менее, значит, там есть и много филистимлян, и поэтому не стоит удивляться, что Медраж говорит о том, что царем города Явуси был потомок Авимелиха, которого звали Аарона, как нам раскрывает Медража впоследствии и текст. И он был царем города, и он всегда напоминал сыновьям Израиля, а теперь напомнил Давиду, что Авраам, Ицхак и Яков, прежде всего Авраам, Ицхак и Яков, они заключили союз с Союзовым Элихом, союз до третьего и четвертого поколения, но каждый текст может толковать по-разному, каждый закон может толковать по-разному. Авимелих говорил, что когда говорится и третье, и четвертое поколения, когда Авраам сказал, что до третьего, до четвертого поколения его потомки не нанесут вреда потомкам Авимелиха, не нанесут потомкам филистимлянам вреда, то третье, четвертое поколение имеется навсегда. Как бы так и несказательно, Третье, четвертое поколение – это навсегда. Поэтому есть союз, заключенный с именем Всевышнего, что сыновья Израиля не тронут филистимлян. Как мы понимаем, что это не помешало филистимлянам, которые жили на побережье, в то время много раз воевать против сыновей Израиля, пытаться покорить сыновей Израиля, превратить их в своих рабов, это им не помешало. Но когда Давид подошел к Иршелаему, то Рона, сказав, что он потомок в имени Лиха, заявил, что существует такая клятва. Сыновья Израиля очень бережно относились к клятвам. И даже когда возникали сомнения, как мы помним, у Иоанна и Ашуа в Иоанне, пришли, приняли дьюр, на следующее утро выяснилось, что они обманули. Что нужно было бы теперь сделать? Можно было бы расторгнуть договор. Но поскольку была произнесена клятва с именем Всевышнего, то сыновья Израиля не захотели это делать. И Арона передал Давиду, что не войдешь ты сюда, если ты не устранишь слепых и хромых. Несколько издевательское и насмешливое, скажем так, мягко говоря, насмешливое отношение к праотцам. Ицхаку он называет слепым, как мы помним, у Ицхака были глаза слабые. А Якова он называет хромым, хотя Яков конкретно не заключает союз с филистинлянами, но Арона утверждает, что Яков принял все, что его принял, скажем так, наследство отца. И все, что отец сделал, он тоже принял на себя. И все права и все обязанности он принял на себя. Поэтому есть слепые, есть хромые. Ицхак, у которого к старости ослабли глаза. И Яков, о котором сказано, что он хромал, по крайней мере, какое-то время. И изображение храмов и слепых было установлено на высокой башне, так, чтобы оно было видно отовсюду. И на нем были написаны проклятия всем тем, кто нарушит этот союз. И дальше говорится, это то объяснение, которое дает Медраж. Есть много объяснений, которые приводят, скажем, поздние комментаторы. Можно их принять, можно не принять. Я стараюсь идти по, скажем, тому, что нам дает Медраж. Более поздние комментаторы говорят о том, что хромые и слепые. Что у ворот города и на стенах города были установлены, может быть, бронзовые изображения хромых и слепых. И они приводились в движение некоторым таким манганоном, некоторым таким устройством, которое работало на потоке воды. Они начинали вращаться. И пройти к воротам было невозможно, не сломав их. А сломать их было очень трудно, скажем, такого мнения придерживаются Мальбим, Радак. Мне кажется, это все несколько лишним, хотя очень заманчиво, но несколько таким лишним волюнтаризмом. И поэтому я бы все-таки вернулся к Медражу, как бы основывался на Медраше, что речь идет о напоминании клятвы. Напоминание клятвы, которую дал Авраам и Ицхак. Авраама как-то никто не нашел, если так можно сказать, за что обидеть. А вот Ицхаку и Якову относились к некоторым таким пренебрежениям, с некоторой, мягко говоря, иронией. И называли Ицхака слепым, а Якова хромым. И напоминали об этой клятве, которая была дана. Есть еще, скажем, такой подход. Не помню, кто пишет об этом. Также кто-то из последних комментаторов, что на стены города выгнали хромых и слепых. И они кричали и шумели. И говорили, что если они будут защищать город, а не настоящие воины, то все равно никто не сюда не сможет ворваться. Все нам это полезно знать. Но все-таки я бы принял основное мидраж, что было установлено проклятие на высокой башне на видном месте. И на нем было написано проклятие тем, кто нарушит союз, с которой утвердили Авраам, Ицхак и Яков. И Ицхак и Якова насмешливо называли хромым и слепым. И дальше говорится. И захватил Давид крепость Сиона, она же город Давида. Давид не обратил внимания на эти посылки. Филистимляне давно уже кончился срок третьего и четвертого поколения. А даже если считать, что эта клятва была вечной, то филистимляне сами много раз нарушили клятвенные обещания не причинять вреда потомкам Авраама, Ицхак и Якова. И Давид просто решительно, что было тоже, скажем, нетривиально для древнего мира, он просто проигнорировал эти проклятия и захватил город. Прежде всего крепость, цитадель, которая впоследствии была названа Ционом. Сначала она называлась, эта крепость, Евус, потом она называлась Цион. И, как это часто бывает, в пророчестве приводится более позднее название для того, чтобы не вспоминать то название, которое уже не употребляется. И сказал Давид, это как бы опять же резюме, тут несколько глава идет наоборот, приводит более поздние события, потом разворачивает детали. И сказал Давид в тот день, всякий, кто поразит Евусей, дотронется до трубы и до слепых и хромых, ненавистных в душе Давида, о ненавистных в душе Давида, поэтому, говорят, слепой и хромой не войдут в дом. Некоторая загадочная фраза. Комментаторы приводят, опять же, каждый свой вариант. Он так, например, Раши называет трубу Цинор, он называет башня. И вот не вовиду будет сказано Раши. Это тогда единственное место, где Цинор понимается как башня. И это большая и большая натяжка. То есть, по Раши Давид говорит, что нужно добраться до башни и сбить оттуда эти проклятия. Прежде всего, демонстративно сбить эти проклятия. Это заставит Евусеев опустить руки. И Евусеев, филистимлян, тех, кто удерживает крепость его в своих руках, заставит их опустить руки и позволит захватить уже город без больших потерь. То есть, цель для Раши, дотронуться до трубы, это сбить проклятие с башни, высокой башни, где они не установлены. Мальбин говорит, что труба – это манганон, устройство, которое приводит в движение медные изображения хромых и слепых. Они вращаются, наносят удары. И даже если они стоят на стенах, и за воротами, и если даже разбить ворота, невозможно пройти через проем ворот, потому что там работа из устройства, которое наносит удары по всем, кто пытается приблизиться и пройти через ворота. Это рассказ Мальбима. Новая версия появилась в конце XIX века, когда археолог, если так можно сказать, Ворон, первый археолог, который исследовал старый город, храмовую гору, английский офицер, нашел то, что называется сегодня Пиру Ворон, можно сказать, яма Ворна – это древний проход к источнику. Ворон сразу предположил, что через этот проход к источнику, который ведет из города к источнику, естественно, от источника можно вывести в город, был захвачен город Давида. На это я хочу вам, скажем, это, скажем, версия муссируется, выдвигается, она очень красочная, ей пользуются экскурсоводы, по ней снимаются фильмы, но она не проходит, особенно в свете тех археологических раскопок, которые были сделаны, были открыты впоследствии. Сейчас я пытаюсь вам поднять для вас, вот я сделаю стоп-шер, и тут уж я приношу извинения, потому что это не поднимается сразу, но я очень-очень хочу поднять для вас, поднять для вас выписку из векопедии. Если я сейчас ее не найду, если я ее не найду, сразу, по-моему, я ее нашел. У меня тут много трудностей. Сейчас, секунду, что мы делаем? Теперь мы делаем еще раз скрин-шер, и еще раз я нахожу ковид, который мне нужен, и делаю шер. Здесь на иврите просто я выписал из энциклопедии у меня в комментарии, скажем, состав на мной. Эта версия отсутствует захвата города через этот туннель, потому что она нереальная. И здесь в векопедии прямо так и написано, что Чарльз Воррен, археолога, о котором мы говорили, английский офицер, он сразу же предположил, что по открытому им проходу от источника к городу был захвачен город в Дарко-Хадар-Юав-Эль-Га-Ир, и по этому проходу, как мы с вами дальше скажем, по крайней мере, предполагается, Юав проник в город. Однако, когда было обнаружено продолжение этого прохода, или все, что там вокруг делается, была оставлена эта теория. Медраж говорит о том, несколько раз рассказывает, это как бы был прием, который употреблял Юав. Медраж говорит о том, что Юав был заброшен в город. Каким образом? Так сказать, через катапульту. Пригибали дерево, которое там расслойли, которое приносили, и один конец его укрепляли, другой конец его пригибали, человек хватался за вершину дерева, потом это дерево отпускали, и он забрался уже в город. Если это происходило ночью, то он мог остаться незамеченным и открыть ворота города. Те, опять же, датми края, те, кто говорят о, скажем, о языковых соотношениях, говорят, что цинор означает, по крайней мере, в данном случае, в таких случаях, когда речь идет о воротах города, цинор означает засов. Большой засов, труба – это большой засов, который удерживал ворота города. Вот сейчас мы попробуем с вами, я попробую для вас поднять фильм, в котором рассказывается Волнин, в котором развивается эта теория захвата города через проникновение через эту трубу. И, опять же, как мы с вами видели в Бекопедии, в серьезных источниках эта теория отбрасывается по причине тех же самых археологических раскопок. Вот, не знаю, как у меня сейчас получится, попробую поднять этот фильм для вас. А вы мне скажете, мы видим с вами экран фильма? Нет. Нет, не видим. Тогда еще раз. Еще раз мы делаем с вами таким образом. Я делаю стоп-шер. Еще раз. Шер-скрин. И вот я вижу. Вот, по-моему, сейчас мы видим с вами темный экран. Правильно? Да. Тогда я запускаю фильм. Мы, конечно, его посмотрим с фрагментами. Это фильм, сделанный Махон Мегалин, институтом, который занимается исследованиями Юшталайма, и историей Юшалайма. Но, скажем, и он тоже грешит популизмом. Посмотрим. В любом случае, это нам даст какое-то представление. Довид решает, что Юшалайм будет столице его царства, но город этот очень укреплен. Никто, никто из воинов Давида не смог прорваться в город, как говорится в фильме. Здесь мы видим макет города, стены, которые поднимаются над долиной Кедрон, и сами уступы долины Кедрон, они служат естественной защитой для города. Проблема заключается в том, что единственный источник воды, Гихон, находится довольно низко. Естественно, он ближе к низкому месту, там собирается вода. Он находится почти в самом низу долины Кедрон, хотя не внизу. Естественно, что не имеет смысла встроить стены так низко, и поэтому источник получает свою отдельную специальную защиту, целое сооружение, которое называется ворота воды. Мы в дальнейшем это увидим, или посмотрим на другую картинку. Пробираемся дальше. Теперь нам археолог рассказывает о том, что он стоит у восточного склона, ведущего в город. И здесь на картинке мы с вами сразу можем увидеть макет города Давида. И вот вы видите отчетливо целое сооружение. Целое сооружение. Это сооружение, которое построено для того, чтобы защитить единственный источник воды, которым пользуется город. То есть если вы подставите стены низко в городе, это во много и во много раз ослабит его защиту. Поэтому источник строится, укрепление, целое сооружение отдельное, довольно небольшое, но с высокими стенами, которые по высоте достигают самих стен города. И оно предназначено для защиты источника. Нужно сказать, что эти ворота, это сооружение было открыто довольно поздно. То есть я, когда изучал историю Иерусалайма, археологию Иерусалайма, то поначалу я пользовался той же версией, что к воде был тайный проход из города, древний. И вот если в случае осады из города, как бы проходили по тайному ходу под землей, проходили к источнику, оттуда черпали воду. Потом это оказалось все неправильно. Видимо, защитить источник, замаскировать источник было невозможно. И сам во древнего времени существовали вот эти ворота воды, целое укрепление отдельное, защищающий источник. Археолог нам рассказывает о том, что он стоит у этого сооружения. Ну вот, с одной стороны он рассказывает о том, что нашли фантастическое гигантское сооружение, которое было построено гигантских камней. Здесь в фильме представлено, что иерусей смеются над Давидом, они выгнали храмы и слепых на стены, для того, чтобы они говорили, что даже если они будут защищать город, то Давид не войдет сюда. Но это все как бы то, что нас больше интересует. Это история. Невозможно захватить город обычным способом. Давид обещает, что главой войска будет тот, кто пройдет цинор, пройдет подземный ход и ворвется город. Йоав вызывается пройти город. Здесь нам открывают Танах и показывают слово цинор, которое совершенно непонятно. И вот нам показывают, что Чарльз Воллен открывает проход в город, и древний проход в город, по которому поднимается Йоав. 13 метров, скажем, колодца, который нападает в воде, это надежная защита. Многие смотрели Пир Ворон. И утверждается, что Йоав прошел по этому проходу. Опять же, как мы с вами говорили, сегодня эта теория не выдерживает никакой критики, потому что источник защищен башней. Предположить, что был оставлен вот такой древний проход в город незащищенным и неохраняемым очень трудно, потому что, по своему, скажем, альпинистскому опыту, я вам скажу, что пройти 13 метров такого колодца в распоре, спина, ноги, не представляет большого труда. И поэтому защитники города, если же был действительно такой проход к воде древней, который не был нужен, мы понимаем, что башня защищала проход к воде и оттуда, и, скажем, из этой башни, и около башни можно было учерпать воду, и около башни был колодец, то эта яма должна была быть засыпана, забита, или, по крайней мере, должна была охраняться днем и ночью. Именно поэтому Медраж, он и не упоминает об этом пути захвата, а говорит о том, что Юав согласился, чтобы согласился быть заброшенным в город или предложил быть заброшенным в город через катапульту. Как это делалось, трудно себе представить. Может быть, он должен был упасть, приземлиться на стену, и тогда удар был бы не таким сильным. Может быть, он был очень вносственным человеком и мог выдержать удар. Может быть, во что-то он завернул себя. Все эти детали мы не можем узнать. Но Медраж говорит, что город был захвачен через стену, и говорится о том, что вслед за тем, как город был заброшен Юав, Медраж говорит о том, что Давид прошел в город, и говорится, что он прошел, что Всевышний сделал для него чудо и опустил несколько стен, чтобы он мог перебраться через стену. Скажем, опять же, нам трудно говорить о чуде, мы не знаем его подробностей, но в любом случае Юав был первым человеком, который он оказался в городе, и Медраж рассказывает о том, что он в город был заброшен, а не проник через колодец. Безусловно, в момент составления Медража мы не можем подозревать мудрецов в том, что они не знали все ходы и выходы из Иерушалаима. И поэтому мы с вами видели в Викопедии такая честная оценка, что этот вариант захвата города через колодец он не проходит в свете открытия башни, которая была построена для того, чтобы защищать источник. Давайте мы с вами посмотрим, что мы можем еще представить себе, что мы можем посмотреть из города Давида. Секунду. Сегодня остатки города Явусеев называются Шетов-Джи, территория Джи, это условное название, на ней сосредоточено все, что связано с раскопками вот этого периода захвата города и его превращения в столицу царя Давида. Есть очень интересные раскопки, о которых, может быть, мы поговорим в дальнейшем. Сейчас я пытаюсь вывести еще раз картинку с городом. Так, я ее вроде открыл, она у меня убежала. Мы видим с вами картинку? Или нет? Нет, еще раз, еще раз, еще раз, секунду. Нам это важно. Мы сейчас попытаемся вот на карте. Так, мы видим, я надеюсь, правильно? Я ее немного увеличиваю. Я ее много увеличиваю. Вот это макет города, макет города в таком состоянии, в котором застал его Давид. Здесь мы видим с вами эта долина на востоке, называется долина Кедрон, как вы представляете. Здесь мы видим ворота, ворота воды с очень высоко поднятыми стенами, построенными для того, чтобы защитить, построенными для того, чтобы защитить источник Гихон. И, по всей видимости, захватывающими этот вход, о котором говорят, представлен он так, что он находился где-то за пределами этих ворот. Если мы будем смотреть по этой схеме, то вот этот вход, то источник Гихон, он находится где-то здесь. Где-то здесь. Вот. И, скажем, да, и вот проход в Гихон, он находится где-то здесь. Он, безусловно, должен был быть завален, должен был быть закрыт, или, по крайней мере, должен был охраняться. Вот. Скажем, да, и это стены, это стены города Давида. Здесь отмечена цитадель, которую в нашем тексте названа Цион, да, цитадель Евусеев, впоследствии названная Цион. Это, скажем, то, что мы можем представить себе и с, скажем, с такой технической стороны анализа Медраша, археологических раскопок о захвате города Иерушалаима, да. И еще раз напоминаю, что для Давида это было принципиально важно прежде всего с духовной точки зрения, потому что он знал от пророка Шмуэля, что это святое место, на котором должен быть построен, должен быть построен храм. Вот. Здесь я на секунду остановлюсь, да, и, скажем, можно задать вопросы, если они есть. Да, пожалуйста, если кто-то хочет. Радзеев, они помнят договор Аврама с Авемелихом, о встрече с Цирушалаемом Аврамом они не помнят, Малкицедоком? Осталось ли скорой их памяти? Ну, да. Конечно, можно задать много вопросов, но самое главное, то, что клятва это была, и она была подтверждена Исхаком, и Яков, как можно представить себя, приняв наследие отца, принял на себя все обязательства. Поэтому все договоры, даже если не даются, даже если они не даются без имени Всевышнего, они всегда очень и очень проблематичны. Для народа Израиля они всегда проблематичны, потому что видим, как это поворачивается. То, что вы говорите, это правильно, да. То есть, но здесь, опять же, как мы можем представить себе, каждый договор может толковать по-разному, и Арона, царь, Иусеев предпочитал толковать этот договор по-своему. Рабзеев, по рисунку вопроса, так выглядит, что снизу атаковали город, где вот эта башня по защите воды, а что мешало сверху набежать? Так вроде выглядит очень симпатичным вариантом. сверху набежать на эту башню? Не на башню, а с другой стороны город окружен стеной, снизу, понятно, там. С той стороны тоже, с одной стороны долина Кедрон, с другой стороны долина Хагай, и долина, которая потом называлась Бен Геном, или долина Тофи, такие у нее названия были, тоже очень глубокая долина, и тоже стены стоят довольно довольно высоко. А, но может по рисунку так не видно? Ну да, по рисунку не видно, что с той стороны тоже долина. Обе долины сходятся, скажем, где-то на востоке, на юго-востоке, сходятся вместе, и вот образуется как раз такой треугольник со всех сторон. Самая слабая сторона – это северная сторона, как вы хорошо подметили, я сейчас не хочу поднимать опять рисунок, может быть, он помнится. Самая слабая сторона – это северная, и как раз с севера город был защищен цитаделью. На севере была построена цитадель, потому что там не было естественного этого укрепления. Получилось, что город защищен со всех сторон. помогают естественные укрепления, а с севера возвышается огромная неприступная цитадель. – Розе, если еще можно вопрос сопоставить Туннель Гихона и Хискиягу. Просто Хискиягу проходил, просто сопоставить, так сказать, с теми событиями. – Мы с вами доберемся до Хискиягу. Мы будем подробнейшим образом говорить. Мне кажется, что сейчас не стоит смешивать, потому что мы говорим о Довите. И упомянули единственный источник воды города, через выход к которому можно было бы предположить, что проникли в город. Если бы не специально построенные ворота, что свидетельствует об осознании проблемы, об охране самого источника, и безусловно никто бы не оставил такой проход открытым. Окей. То, что, может быть, стоит упомянуть, что в дальнейшем давайте все-таки я попытаюсь еще раз поднять. Видим рисунок с вами? Да. Этот треугольник, который мы с вами видим, он называется плечом Евусеев. Севера гора Мурия, севера верхняя часть, скажем, этого треугольника относится к горе Мурия. Вот, может быть, мы здесь можем ее представить, здесь гора Мурия, где впоследствии был построен храм. И вот здесь мы с вами отчетливо видим, что есть долина с одной стороны, есть долина с другой стороны. Эти долины сходятся вместе, и также, скажем, на юго-востоке город оказывается защищен, а на севере защищает проход город-цитадель. Вот, это то, что мы можем с вами себе представить. Еще раз напоминаю, это называется плечо Евусеев. Равзеев, так сектор G, где он находится сейчас? Вот, на этом рисунке можете? На этом рисунке сектор G, в секторе G мы видим кусок цитадели Евусеев, которую Давид превратил в Мецудат Давид, в крепость Давида и превратил в, превратил, построил там свой дворец, остатки которого были, нашли. Археология в Израиле это отдельная история, о которой можно говорить на части, скажем, давлеющей направлению в археологии 30 лет назад, скажем, может быть, и даже несколько меньше было то, что Давид и Шламо это рассказы придуманные, что Давид и Шламо были не больше, чем главами каких-то небольших племен, и если говорить об Ярушаламе, то вот мы видим этот город, мы представляем себе, что он не мог быть столицей, большой столицей большой страны, и все эти выдумки, они как бы муссировались, публиковались во многих экземплярах, пока, скажем, где-то 20 лет назад не был раскопан дворец Давида, не были найдены многие его детали, которые свидетельствуют о том, что только царь большого и мощного государства мог построить такой дворец, и все эти истории о том, что Шламо и Давид были главами каких-то полукочевых племен, они раз за разом отпадают с новыми археологическими раскопками. часть израильских археологов, не все, но часть, значительная часть, и давлеющая линия в израильской археологии, они делали все возможное, чтобы опровергнуть историю Танаха. Все эти усилия, все эти усилия разлетелись в пух и прах, и сегодня мы как бы все больше и больше видим подтверждение на, так скажем, в раскопках, на площади, мы видим подтверждение истинности Танаха, и раскопки очень интересно дополняют то, что мы можем прочитать в Танахе. Рабзиев, подскажите, пожалуйста, агора Цион, она совпадает с крепостью Давида, да? Вот на этом рисунке. Еще раз, у Циона, Цион в пророках употребляется в разном значении. Вообще, Цион это Циюн, это отметка, это видное какое-то место. Иногда Ционом называют всю землю Израиля, иногда Ционом называют Иерушалаем, иногда Ционом называют цитадель, которую построил Давид, иногда Ционом называется гора Циом, сейчас мы попытаемся, та гора, на которую Иерушалаем распространился, впоследствии ее называют горой Циом. Жалко, я, конечно, убрал рисунок, понимаем, сейчас еще одну секунду, мы его сейчас вернем, и мы посмотрим с вами то место, которое называется гора Циом, часто конкретно называется гора Циом, если не говорить о таком расширенном употреблении этого термина Циом, как вся земля Израиля, как Иерушалаем, как храм, то есть термин как бы поплыл, Циом, важное что-то, отметка какая-то, приписывается, часто этот термин принимает разные значения, конкретно если мы говорим гора Циом, то мы говорим вот об этой горе, на которую впоследствии распространился Иерушалаем и на которой было много скажем административных зданий, то есть самые богатые здания Иерушалаем они были здесь, но это произошло уже позже во времена царя Хискияву, о которых мы будем с вами говорить. Есть что-то еще спросить? если вопросов нету, то мы попробуем с вами открыть текст и сдвинуться хотя бы на одно-два предложения. «И жил Давид в крепости и назвал ее город Давида. Расстроил Давид город, ведя строительство вокруг Мило, так что старая часть города оставалась внутри». Я постараюсь, чтобы сейчас не перегружать археологическими языками, в следующий раз соотнестись с тем, что называется Мило, что это слово значит и так далее. Мы постараемся посмотреть здесь. Здесь мы видим, что Давид очень быстро строит город, цель его укрепить. Он и строит свой дворец. Как выяснилось в последних археологических раскопок, уже Давид устанавливает отношения с царем Хирамом, с царем Цором, и тот присылает ему камень, привозят камень для камень с узорами, определенными узорами для строительства дворца. Давид строит великолепный дворец, который сегодня найден в раскопках. И стало расти все больше величия Давида, и Бог все сильный воин с ним. Мы видим, что первое же действие Давида, захват Рушелаема, он заставил Плештин остановить войны. Это не значит, что они оставили все свои планы покорить сыновей Израиля, держать их в подчинении. У Давида будет не одна война с Плештин, которые попытаются захватить Иерушалай, как бы отбить у него Иерушалаем, который они считают своим городом. То, что важно для нас, то, что важно для нас, Давид, все-таки, считаясь с этим договором, с тем, что ему говорил Рона, он не вырезал и не перебил всех жителей Ивуса, тех, кто остался в живых после захвата города, их осталось довольно много в живых, потому что захват города был неожиданным, стремительным, и многие жители города не пристрадали, в том числе и сам царь Арона, он переселил их в окрестности окрестности Ирушалаима, а самому Арона, царю, который, скажем, в какой-то момент сдался, прекратил сопротивление, царь Давид отнесся к нему с уважением, и он отдал ему место на севере города, на горе Мурия, как оказалось на том месте, где когда-то стоял жертвенник, возведенный Авраамом, на том месте, куда, на том месте, где Авраам поднял Ицхака на жертвенник, да, и дальнейшая история, дальнейший рассказ, дальнейший рассказ, он связан с этим моментом. Давид проявил великодушие, правильно, неправильно, трудно сказать, нет никаких оценок поступка этого Давида, мы понимаем его мотивы, чтобы как-то сгладить вот это впечатление, которое может остаться у народов мира, что сыновья Израиля не соблюдают договоры, которые заключили еще их проотцы, чтобы это несколько сгладить, он дал жителям место проживания недалеко от Рушелаема, а Арония, очень даже такой неплохой участок, незащищенный правда стеной, но неважно участок, который можно было обрабатывать и достойно там жить, оказалось на этом месте, когда стоял жертвенник Авраама. И Давид при всей своей чувствительности он не почувствовал это, не ощутил. Почему? То ли Всевышний закрыл от него, то ли это была глобальная ошибка селить где-то возле святого места, селить Евусеев, остатки Евусеев, давать Аронии большой участок. Впоследствии этот момент он сыграл очень большую, можно сказать, отрицательную роль в дальнейшей истории. Мы сейчас этого коснемся дальше, может быть, не сегодня, но близко к этому месту. И стало расти все больше величиновиды и бог с ним и отправил хирам царь посланцев Давиду и вместе с ними деревья, кедры, отличавшиеся деревья, обрабатывая и обтачивающий камень для стены, построили они дом Давиду, который сегодня найден в раскопках. Постараюсь следующий раз для вас поднять иллюстрации. И осознал Давид, что подготовил его бог быть царем над Израилем, ибо возвысил царство его ради народа его Израиля и взял Давид еще наложниц и жены из Иерушалама после прихода войск Хеврона и родились еще у Давида сыновья и дочери. И перечисляются имена дочерей Давида. и дальше и услышали плещием, что помазали Давида царем над Израилем и они плещием собираются прийти и отбить так сказать Иерушалаем и мы постараемся в следующий раз поговорить о войнах Давида за Иерушалаем уже после захвата города. Хорошо, здесь я думаю, что нам надо остановиться чтобы у нас осталось что-то еще в следующий раз. Жертвенник Аврама это Акидат Исхак, да? Еще раз. Да, 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 да. Гора Мурия. Там же Гора Мурия это единственное место на котором мы можем приносить жертвы после построения храма. как мы представляем себе почему на этом месте Авраам поднял Исхака на жертвенник. Только на этом месте может быть построен жертвенник на котором нам разрешено приносить жертвы. И Давида при всей своей чувствительности как это не парадоксально он не почувствовал не ощутил это место. Равзилип это же непонятно кроме него же еще были пророки почему они не сказали не совсем это понятно пояснить почему почему они не сказали пророкам открывается то что пророкам открывается то что открывается да вот И мы видим, что, скажем, место жертвенника и место, самое святое для нас место, оно скрыто, оно завуалировано, так сказать, и оно не открывается даже пророкам. И Шмуэль и Давид сидели и искали это место, определяли из Торы, не то, что Шмуэль получил пророчество, они, как мудрецы Торы, сидели и пытались определить место, где должен стоять храм, и определили, если можно так сказать, его не совсем правильно. Они думали, что храм должен стоять там, где идет источник, и там один источник, который находится недалеко от Иерушалаема, они думали, что там должен стоять храм. Впоследствии, и мы видим, как это произошло, это очень интересно, мы увидим, как это произошло, как раскрылась святость места. В конечном итоге, забегая вперед, в конце жизни Давид построил на этом месте жертвенник, и на этот жертвенник сошел огонь с неба Давид, как бы забегая вперед, этот человек, для которого, понятно, что один из немногих людей в истории, ради которого Всевышний спустил огонь с неба. Равзеев, я дико-дико извиняюсь, у нас поджимает время. Обязательно, да, мы уже как бы подвели черту, постараемся дальше развить эту тему, присоединяйтесь в следующий раз, постараемся дальше удвинуться. Окей, тогда мы на этом заканчиваем, через пару минут начинается урок иврита по недельной главе Лах-Лаха, тех, кто участвует, слегка за то, что прервал. Всем спасибо и до свидания, счастливо, пока. Спасибо, Равзеев, спасибо, Натан.